здравствуйте друзья сегодня 16 сентября 21 года вчера было много маслят совсем молодых но было и немножко подосиновиков а вы знаете что в нашей семье подосиновики это такой особый пунктик достаточно редко нам с ними везет сегодня решили на маслята не обращать внимание а попробовать все-таки поискать подосиновики мы в таком вот лесочке где достаточно много осинок и попробуем что-нибудь найти что получится не получится не знаю но говорю же нам с ними редко везет смотрите какой подосиновик какой-то как альбиносик это вот у меня руки после вчерашних сборов маслят так вот он один малыш и еще два подосиновика какие-то тонконогие совсем светлая светлая шляпка лазя по таким посадкам нашли герицей или ежовик грибенчатый об этом грибочке есть в моей грибной азбуке небольшой сюжет гриб внесен в красную книгу брать его конечно же не надо но при этом гриб очень лекарственный и очень дорогой его специально выращивают и продают гриб какой-то действительно фантастический ну еще бывает у нас гриб грибная лапша ну все оставайся здесь друзья приходится нам по горячий ключевскому району нас от сакокнайдам первое место которое вам показал там мы совсем чуть-чуть набрали грибочков и можно сказать что ну неудачно уже еще два места мы посетили там вообще нули точнее даже сказать что как мы посещаем едем просто и смотрим вот здесь остановимся или вот здесь и что-то пытаемся вот сейчас здесь вроде бы вот что-то начало попадаться смотрите вот такой даже эти малышечек вообще совсем маленькие а вот тут а вот тут уже не малышечек так и это все по моему под березовик твердоватый мы сейчас находимся в такой поросли где встречается белый тополь или как в народе часто называют белолистка вот что-то смотрите что то есть вот он еще вот здесь вот ну попробуем хочется конечно по находить красивых молодых подосиновиков красноголовиков но это не значит что мы не возьмем вот такие вот грибочки ну конечно же конечно же возьмем и конечно же мы очень благодарны лесу ну наверное лесу все-таки за такие находки и вот и вот и еще тут по моему осматриваю осматриваться нужно внимательно и находить 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 вот они смотрите еще красавцы такие видно нет такую красоту где-то там вот внизу метрах наверное 500 700 дорога проходит а здесь мы ходим что-то пытаемся находить опять по дебрям опять по траве опять по жине так что тут вот они ах видите он какой неказистенький прямо скажем а этот ну на суп то все равно пойдут в любом случае сейчас будем еще искать но друзья нужно признать что ножки у грибов далеко не у всех чистые червивость присутствует ну а вот сегодняшний первый красноголовик и как же хочется чтобы он был не единственный а друзья ну тут видите пока он вот так получается а здесь смотрите вот такой грибочек что это это скорее ну наверное все таки не грабовик какая-то сероголовая форма подосиновика здесь подосиновик смотрите вообще белый какой абсолютно белые вот и красноголовик я сказал что ноги попадаются червивые недавно друзья но я так немножко неправильно сказал только что у нас было полчаса назад вот эти две полные корзины а теперь одна стоит пустая ноги вот они вот они вот они и осталась на данный момент вот такая корзинка здесь все равно я уверен что дома при переработке что-то еще уйдет но здесь уже грибочки вроде бы чистые отобраны ну причем есть у меня такое подозрение что наверно с каждым днем ситуация будет ухудшаться насчет червивости вот сейчас пол двенадцатого поэтому мы конечно сейчас еще в лес зайдем и попробуем насобирать опять две корзины из которых останется опять всего корзина но сдаваться не будем пока не прощаюсь в очередной раз по траве бродим но тут можно сказать что бывает очень даже неплохо сероголовый красно вот такие два красавчика а вот смотрите помните что там пару дней назад да когда мы подосиновиков нашли ну доску достаточно как бы немало вообще в дебрях ведь у них ножки были просто огромные то есть ну там видимо такая форма какая-то что она растет старается пробиться к свету там травы конечно было гораздо больше как вы помните здесь в принципе все гораздо терпимее вот есть такие шикарные отлично вот здесь трава такая достаточно примятая то ли конкуренты здесь постарались а так вообще вот вокруг покажу это яблоньки старые дикие растут я думаю что некоторым кубанским грибникам я вчера доставил определенные надежды до маслята пошли под березовики под осиновики сегодняшний репортаж и под березовиком будет приятен но посмотрите это два яйца цезаря здесь вот оно яичко еще вон яичко получается что что не только те грибы которые вчера были и сегодня в репортажах значит значит возможно волна и цезаря сейчас начинать что начнется это вообще мне кажется просто отличная новость эту очередную полянку я хочу передать привет людмиле мерецкой к сожалению я не знаю где людмила проживает людмила спасибо за ваши комментарии за ваше внимание один раз вы меня спросили задали какой-то вопрос по моему он касался сатанинского гриба но дело в том что youtube удалила ваш комментарий и я только половинку прочитал как в истории он весь у меня этот вопрос не открылся поэтому извините я не знаю вашего вопроса и не знаю что вам ответить под видео в описании указан мой номер ватсапа вы свой вопрос пожалуйста если вам важен ответ задайте там и я постараюсь вам ответить как я говорил сегодня был расчет только на подносиновики и подберезовики маслята по боку мы пустили друзья но реально с цезарями даже мысли не было что мы сегодня найдем я в начале репортажа говорил что сегодня 16 сентября друзья я думаю что найдутся те кто скажет что это старая съемка там августовская что сейчас цезарь и не идут ну чтобы чтобы привязаться каким-то историческим событиям вот что вчера например даже не помню что вчера там происходило а ну спартак по моему проиграл чемпионате чего там в лиге европы по моему ну вот помню что позавчера по моему позавчера цена за газ в мире выросла превысила 800 долларов за тысячу кубометров и по моему тоже позавчера президент россии ушел на самоизоляцию то есть это явно съемка получается свежая и вот посмотрите что творится я не не очень не очень ожидал и поэтому у меня такой вот как бы немножко голос потерянный я я думал сегодня однозначно делать репортаж о поисках о поисках и находках подосиновиков подберезовиков посмотрите посмотрите что 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 творится вот они молодые цезарь и дорожками вот они лезут вчерашний мой репортаж думаю что многих кубанских грибников обрадовал что грибы начинаются но вот это похоже новая волна цезаря она она вообще такую радость дарит но лично мне например какое-то удовольствие и счастье друзья первые те корзины чтобы показал который когда было много отходов мы собирали в условиях такой конкурентной борьбы поэтому быстро 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 а потом посидели да и увидели что действительно много отходов получается сейчас мы как бы получается оторвались сами по себе уже собираем вот смотрите вот такие примерно места да вот здесь справа лесочек ну такая поросшая травой какая-то поляна и поросли деревья достаточно молодые всякие разные и обязательно должны быть осинки либо же белолистка и то и другое вот здесь сейчас сероголовиков этих очень много красноголовиков попадаются но и гораздо меньше вот какое будет качество гриба скажем завтра послезавтра я думаю что будет ухудшаться в итоге мы никуда уже с этого четвертого за сегодня место которая начала нам давать что-то уже не переезжали и общий итог получился вот такой две корзины грибов ну уже достаточно тщательно мы перебрали сероголовики в основе своей красноголовики тоже есть тут уже ковыряться не хочу но вот как образец да пожалуйста ну и вот достаточно немаленькое количество цезарева мухомора очень хорошего качества нет ни одного знаете бывает уже такой запашок пошел все завяленные грибы нет сейчас только молодые результат считаю очень хорошим я с большой надеждой сегодня ехал но на этот результат я не надеялся выбирайтесь в лес собирайте много грибов но предупреждаю что грибы сейчас на кубани достаточно червивые до новых встреч друзья счастья здоровья вам и полных корзин